Как собака получает от человека информацию? Мы же должны какую-то информацию давать собаке, чтобы это поведение изменять и модифицировать. Дрессировка, дай Бог памяти, с французского, дрессир, выправлять, изменять, обучать. Но скорее выправлять и изменять. Так вот, таким образом мы должны давать собаке определенную информацию, как-то на нее влиять, для того, чтобы она изменяла, модифицировала поведение так, как нам нужно. Какими путями собака от нас получает информацию? Кто-то может варианты подкинуть? Голос, лакомство, движение. Голос. Лакомство. Движение. Жестность. 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 Вот так. Запах. Молодец. Запах. Запах. Ну, наверное, кстати. Наверное. Да. Еще? Все? Ласка. А кирзовая терапия? Это пожертвый. Правильно. А вот кирзовым сапогом-то. А вот кирзовым сапогом-то. Механические воздействия, они же в любом случае, они, они, большое спасибо, они в нашей жизни есть. Они в нашей жизни есть. Для того, чтобы, товарищ, пошел за вами. Ну, и, ну, раз просто берешь за руку и ведешь. Ну, а как по-другому? Ну, потому что он весь в витрине магазина, потому что там иглуцкий. Там-то игнул, игнулся-то много. И за руку его. Ну, а вы ведете. Механическое воздействие. Нормально, абсолютно. Так вот, четыре основных пути. Я прям по уровню важности называю их. Первое. Как ни странно. Язык. Тело. Body language. Позы, жесты, телодвижения, мимика. Туда же ученые относятся к этим, так называемым, невербальным коммуникациям. Относят и интонации. Интересная штука. Лай собаки сам по себе никакой информативной нагрузки не несет. Сам по себе лай. То есть, это бред, если мы будем подразумевать, что вот три гавка, это машина проехала. А вот пять гавков, это у соседа потекла сука. Ну, это бред. Собака не может лаем передавать такую информацию. Дело все в том, что лай это просто способ дать звук, а на звуки дать определенную интонацию. Либо это виск, высокая интонация, либо это утробный рык, понимаете, либо это низкий лай. Обратите внимание, если собака человека воспринимает как партнера по играм или долгожданного хозяина, которого полдня дома не было, он с работы вернулся. Собака дает высокий лай, высокий тон. Если это враг, то есть, чем ниже тон, тем угрозы больше от собаки, правильно? Чем выше тон, тем больше дружелюбия. Ну, так ведь? Это элементарно. Кстати, люди часто хвалят. Молодец. И собака, мама дорогая, что ж я натворил. Понимаете? Хвалить надо только высоким голосом, только высоким. Петь песенки. Умница, молодец, хорошо, молодец. Этого делать нельзя. Понятно, да? Значит, язык тела это первое. Второе, по важности, механические воздействия. Мы на них потом подробно остановимся, это очень интересно. Третье, добыча так называемая. В добычу мы включаем и пищу, и игрушки. Это все трофеи, это добыча. Все, что собаку насыщает каким-то образом. Эмоционально, физически, это все добыча. И четвертое, это голос. Как ни странно, голос на последнем месте. Это крайне тяжелая вещь, потому что нам нужно научить собаку реагировать на команды. В первую очередь. Опытные инструкторы прекрасно знают, что сделать комплекс жестом гораздо проще, чем сделать комплекс голосом. Комплекс это, когда собака остается на одном месте, вы отходите там на 15 шагов, разворачиваетесь и говорите сидеть, лежать, стоять. И собака на месте все выполняет. Так вот, по жесту это сделать гораздо проще. Для нее это язык первичный. А вот голосом ей очень тяжело различать. Сидеть, лежать. Для нее это очень неестественные вещи. Итак, еще раз. Четыре пути. Язык тела, механические воздействия, добыча, голос. Если вы каким-то из этих языков делаете бла-бла-бла, болтаете. Просто болтаете. Вы даете собаке неточную информацию. Неясную. Знаете, это получается как, вот это можно сделать? Ну, в принципе можно, но если ты хочешь. Но, конечно, я бы сто раз подумал, хотя, наверное, можно. Ну, какую я сейчас информацию дал? Да бог знает какую вообще. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Понимаете? Нам нужно собаке давать очень точную информацию. Поэтому, если вы собаке говорите. Как вашу собаку зовут? Мою? Да. Раннер. А? Раннер. Раннер. Да. Вот если вы ему говорите. Раннер. Сидеть. Сидеть. Ну, посиди, пожалуйста. Ну, сидеть. Ну, что тебе стоит? Ну, сядь, посиди. Ну, что ты делаешь, а? Ты что, плохой мальчик, что ли? Ты хороший, ты должен сесть, сесть. Вот это и называется бла-бла-бла голосом. Да? Бла-бла-бла может быть телом. Когда вы делаете вот так. Сидеть. Сидеть, я тебе сказала. Сидеть. Сидеть. Понимаете? Если уж вы говорите сидеть, вы встаньте спокойно. Потому что вы постоянно вот этими положениями тела срываете собаку с посадки. А вы можете сделать бла-бла-бла лакомством. Вы собаке показываете лакомство, говорите сидеть и опускаете руку сюда с лакомством. И собака пытается сесть и потом раз за этим лакомством опять встает. А вы злитесь, потому что она не садится и не понимаете, что вы делаете бла-бла-бла этим лакомством. И опять сидеть, и опять руку сюда. А вчера очаровательный владелец русского черного терьера мне это с успехом демонстрировал. Делал так. Лежать. И собака делал так. Пух-пух. Это бла-бла-бла лакомство. Ну, кстати говоря, и немножко телом тоже. Потому что это жест определенный, неточный жест. А в чистом виде бла-бла-бла лакомством вот каким образом происходит. Вот смотрите. Даете команду рядом, в левой руке лакомство. Двигаетесь. И когда вам нужно сделать правый поворот, вы делаете правый поворот и прямо на повороте даете собаке лакомство. Прямо на повороте. И собаке нужно секунды, чтобы его взять и начать измельчать. Она отвлекается на это лакомство. Вы делаете шаг, а она остается там. Вы на нее злитесь, потому что она отстает и дергаете ее поводком. Это неправильно. Вот если бы вы сделали поворот, шаг, два, и после него отдали лакомство, все было бы в порядке. Но вы на повороте лакомством отвлекли собаку от выполнения упражнения. Вы его не вовремя дали. Понятно, да? Это сейчас пока достаточно сложно. Но лакомством тоже можно неправильно воздействовать на собаку.